Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. День 14 января. К середине 1970-х годов был достигнут военно-стратегический паритет между СССР и США. В этот период происходит сближение позиций СССР с государствами Западной Европы и США. Серьезным подрывом доверия к Советскому Союзу, его мирным устремлением явилось решение о введении советских войск в Афганистан. Решение было принято узким кругом политического руководства СССР во главе с Элей Брежневым. В Афганистане в ходе восстания в апреле 1978 года к власти пришло правительство, ориентировавшееся на поддержку СССР. Была провозглашена Демократическая республика Афганистан. В декабре 1979 года на территорию Афганистана были введены советские войска. Вначале предполагалось, что они будут поддерживать правительственные войска и не будут вмешиваться во внутреннее дело соседней страны. Но правительственные войска постепенно утрачивали боеспособности и перестали существовать как серьезная боевая сила. Основная тяжесть введения войны легла на плечи советской армии. Так и СССР оказался втянутым в чужду и междоусобную войну. 14 января 1980 года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН почти в полном составе осудила действия СССР. Запад ответил на ввод войск широкомасштабными экономическими и политическими санкциями. Лишь 14 апреля 1988 года были подписаны Женевские соглашения по урегулированию афганского вопроса. К 15 февраля 1989 года все воинские части СССР были полностью выведены из Афганистана. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.